Хочется приготовить, чтобы мы сняли видео. Фатина мама уже была в видео, теперь Фатина бабушка будет. Вся родня в ютубе. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и неподражаемая Аскфатима. Наконец-то мы вместе, мы очень сильно скучали друг подружке, потому что кое-кто отдыхал в Турции. Сегодня у нас с вами будет очередная серия суши. Как это пахнет! Это божественно пахнет, просто мои любимые горячие, горячие роллы. Также мы сегодня будем отвечать на вопросы. Это по твоей части, васаби. Как это аппетитно, ароматно. Приступаем, макаем. Она меня посадила. Во всем виновата Аскфатима. Ты с сыром, с крабом и с креветкой, да? Я, походу, с сыром съела. Или с креветкой. Как это вкусно. Горячие роллы это One Love. Как они вкусные готовы. Остренькие. Остренькие. Все, что я когда-то не любила, я заставила ее полюбиться. Если Фати это любит, значит я тоже. Мы планируем еще снять ризотто на мой канал. Нам предлагали это шпильками закрыть, чтобы было удобно. Я предлагаю не париться со шпильками, положить одну штуку сюда, чтобы утишь. Я попросила вас задать нам вопросы в инстаграме, поставила пост. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, также на канал этой красавицы. Ссылка внизу. Чтобы видео не было скучно, мы будем отвечать на вопросы. Какие ваши любимые блюда? Это очень сложный вопрос. Я готова продолжать бесконечно. В последнее время я просто подсела на горячие роллы. Мне хочется каждое видео снимать только горячие роллы. Мне хочется их на завтрак, обед, ужин, честно говоря. Сколько здесь штук? 40. Вау. Кайф. Следующий вопрос. Снимите видео про лакмачу. Да, это много пишут. Надо снять. Ты любишь? Да. А ты? Любишь? Да. Какая снижена? Кто знает, что такое лакмачун, пишите в комментах. Если не знаете, то узнаете после нашего видео. Это вроде турецкая кухня, но очень вкусно. Вы знаете, что такое ризотто? Это итальянская кухня. Моя мама умеет его замечательно готовить. Самый вкусный рис. Кто вы по знаку зодиака? Телец. А я стрелец. Мы совместимы в дружбе, кстати. Да? У меня брат Телец, я бы не сказала, что мы совместимы. Да вы же дружите. Она просто так говорит. Все ругаются с братьями в детстве. Но вы же дружите. Я же вижу со стороны. Как относишься к Украине? Отлично. Ко всем странам, не только к Украине. Ты была когда-нибудь в Украине? Нет, но очень хотела бы побывать. Я знаю, что нас смотрят. Оттуда большой пламенный привет. Киев, Украина, Львов. Все другие города. Как зовут твою маму и маму Фатину? Эльвира мою. Мою маму зовут Гюля. Я прям не могу остановить. Как же это вкусно. Я боюсь, что я все слопаю до конца. Я, кстати, посмотрела ингредиенты в маркете. Дорого, да? Да, дорого, я вам так скажу. Выгоднее заказывать. Они оптом покупают, поэтому им выгодно. Все, она так вкусно приготовит. Не смеется. Что вам больше всего нравится друг в друге? Бескорыстная. И она думает о своем друге, прежде всего. Я об этом уже говорила в прошлом видео. Про фрукты это было, просто нет. На твоем канале это было. Ну, в общем, для тех, кто не слышал, говорю. Она в первую очередь подумает о своем друге, потом о себе. Я не говорю, что все должны так делать. Но она такая, мне это очень нравится в ней. А мне больше всего, ну, тоже можно сказать, мне нравится в тебе искренность. То есть, ради друга Фатя способна на многое. И даже были моменты, когда, например, я обижалась на нее. Это так сильно ее расстраивало, ранило. Я плакала. Этот человек умеет дружить. Я рада, что ты у меня есть. Я тоже. С креветкой это супер. Сколько хочешь детей? Двоих. Ты? Одного. Одну девочку. Ребята, многие спрашивают, где мы заказываем. Мы заказываем каждый раз в разных местах. Да. В основном. Поэтому вы просто заходите в Инстаграм, пишите суши. Суши Баку что-то такое. И выходят разные суши. Какие вам нравятся, выбирайте. Так мы и делаем. Иногда бывают такие фейлы, что очень долго везут заказ. У меня было, что я три часа ждала заказ. Поэтому. Ты не отменила? Не получилось отменить. Потому что я бы осталась голодная. Родители были против того, чтобы мы снимали видео? Нет. У меня мама тоже никогда не была против. И папа тоже. Наоборот, они меня поддерживали. И сейчас они считают, что я большая молодежь. Мне тоже то же самое. Я беспокоилась, что бабушка и дедушка будут против. Потому что все-таки это бабушка и дедушка. Они не такие современные. Публичная жизнь, интернет, все такое. Но наоборот, они больше всех меня поддерживают. У нее очень крутая бабушка. Моя бабушка даже хочет приготовить для нас плов. Национальное блюдо. Азербайджанское. Именно по нашему. Сабзи. То есть это зеленька. Ну, разные. С разными мы это называем горам. Хочет приготовить, чтобы мы сняли видео. Фатина мама уже была в видео. Теперь Фатина бабушка будет. Вся родня в ютубе. Великолепно. Белесима. Как вы с Фатей проводите свободное время? Было бы у нас свободное время, тогда бы мы узнали. Вот так. Свободное время снимаем видео. Кушаем суши на камеру. Вот и все мое хобби. Или выводим прямой эфир в инстаграм. Надо после этого видео, съемок, зайти в прямой эфир. Она всегда это делает. Айка со временем похудела. А Фатя с рождения такая худенькая. Я, да. Я родилась худой. Потом поправилась. Родилась совсем худой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господи. За такую вкусную еду. Да. Твой любимый сериал или фильм? Мой. Не сказать первый. Говори. Я знаю, какой. Мой один из любимых фильмов. Фильм «Время» и «Начало». Сериал «Друзья» в последнее время стал любимым. Хотя это старый сериал. Но я его посмотрела где-то два года назад. Очень понравился. И «Зачарованная». В детстве любила. Потом «Гарри Поттер». «Гарри Поттер» я книгу люблю. В общем, я опять-таки могу продолжать долго. Я очень люблю «Гарри Поттер» и «Ветреный». Ну, если вы тоже смотрите «Ветреный», то ставьте лайк. Я очень жду второй сезон. Ты не смотришь? Нет. Надо тебя подсадить. Это вообще... Это такой сюжет. У меня, во-первых, нет времени смотреть сериалы. Во-вторых, турецкие сериалы я не очень люблю. Мне кажется, это пустая трата времени. У них серии очень длинные. Но зато один раз в неделю. Ой, сиди, смотри. За это время можно видео смонтирить. Что значит «Эмили»? «Эмили» — это имя. Это псевдоним, который я взяла именно для того, чтобы мои одногруппники меня не доставали, не издевались надо мной. Сейчас уже никто не сможет надо мной издеваться, потому что у меня есть уже огромная аудитория. Вы — люди, которым нравится то, что я делаю. А когда у тебя 20 подписчиков, и ты еще не умеешь себя вести на камеру, не умеешь хорошо монтировать, у тебя нету дорогой камеры, и как-то одногруппники начинают тебя подстебывать. Я тебе скажу что-что, а вести себя на камеру ты всегда умела. По крайней мере, с тех пор, как я тебя смотрела. Я когда открыла ее первое видео, я подумала, что это суперпрофессиональный блогер. И вдруг смотрю, у нее там мало подписчиков и просмотров. Я была удивлена. Я помню, что когда я увидела твой канал, у тебя было 83 подписчика. Как и сейчас помню. Я была 84-й. А я не помню, которой я была. У тебя было меньше, чем у меня. Ты позже начала. Да, я чуть-чуть позже начала, но... Зато перегонала. Самое главное — не количество подписчиков. А качество? Это зависит от качества контента. Когда возникают такие вопросы, типа «я завидую Фати» или какие-то такие вещи, мне на самом деле очень неприятно, потому что у нас в отношениях нет такого понятия, как зависть. Я с одной разом сказала, что дети так пишут, потому что дети не понимают. На самом деле это я с любовью. Некоторые дети обиделись. Но я очень сильно люблю детей. Мне приятно, что меня смотрят дети на самом деле. Я считаю, что дети — это вообще самая искренняя аудитория. И они всегда думают то, что говорят. Думают то, что говорят. То есть говорят то, что думают. Это очень важно. У меня здесь вопрос, почему ты закрыла комментарии. Под некоторыми видео YouTube сам закрыл мне комментарии. Это почему? Это происходит потому, что очень часто проскальзывает какой-то мат. Ты знала вообще об этом? YouTube сам закрывает. Не знаю. Либо когда, например, видео «Попробуй не забивать», там закрыты комментарии. Я их не сама закрывала. То есть YouTube закрыл за меня. А много ругались? Там очень много детской аудитории смотрела. Поэтому закрыли. А другие ругались. Поэтому, когда вы ругаетесь в видео, думаете, что вас смотрят дети. И нам, во-первых, неприятно читать этот мат. Мы все-таки девушки. У нас вообще стране не принято ругаться матом. Мы ее любимые. Я бы не сказала, что так много прям мат-перемат. Но мы даже половины не видим. Вообще YouTube сам фильтрует их. И удаляет. Я тебе так скажу. Фати, сними. Рум тут. Было такое уже. Я тоже снимала. Просто покопайтесь у меня в канале. Да. На канале. На канале. Видео называется «Показываю свой дом. Домашний влог». Не такое уж давнее видео относительно. Как думаешь, стоит ли терпеть плохое отношение от парня в попытках изменить меня? Вообще, я считаю, что... Наверное, Фати меня не совсем поддержит. Но я считаю, что нельзя терпеть, если вас что-то не устраивает. Да. Петрова. Я тебе согласна. Почему нет? Я согласна. Да? Да. То есть уважайте себя настолько, чтобы никто не мог вам ничего сказать. Запомните, если вы сами не будете себя уважать, то никто не будет вас уважать. Если парня хочет тебя поменять, пусть уже найдет себе такую уже, какую хочет. Если ты взрослый, сформировавшийся человек, то тогда ты не поменяешься уже, скорее всего. Но если ты сама знаешь, что у тебя есть минусы, то можно поменяться в лучшую сторону. Но не потому, что парень так хочет, а потому, что ты сама это осознаешь. Очень много комментариев. Мы вас любим. Снимайте дальше. Спасибо большое. Мы вас тоже очень любим. Просто каждый этот коммент я не буду зачитывать. Очень много. И остаются тогда вопросы. Суши или манты? Ты пробовал манты? Да, суши. С кем поведешься, от того и наберешься. Видите? Не любила суши называется. Попля. Впервые я ела суши в Баку, в ресторане. Мне вообще не понравилось. Было очень тяжело. Это была Калифорния, по-моему. Ролла Калифорния. Насколько хорошо вы знаете друг друга? Нормально. Спасибо, что родили меня. И я получила возможность поесть. Может, поделим последнюю сушку? Да ладно, ешь. Хотели бы вы завести себе домашнего питомца? В детстве я очень сильно этого хотела, но мама не разрешала. Потом выяснилось, что у меня есть легкая аллергия. Но не такая сильная. Но если со мной вместе будет жить животное, то, возможно, она усилится. А я очень хочу. Если у меня будет дом с твором, тогда я бы хотела собаку. Я люблю собаку. Мы уже съели сушек. Было ли желание перейти на вегетарианство? Нет, никогда. У меня было прям недавно. Просто род моей деятельности не позволяет это делать. И еще моя мама категорически против. Она считает, что если я перейду на вегетарианство, я просто где-то умру. Как-то так. Ты реально от души этого хочешь? Мне жалко животных. Мне тоже жалко. Я люблю животных, но я не могу. Я стараюсь об этом не думать. А на этом все. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на эту красавицу, на неповторимую. А спасибо и на эту тоже. Мы всем передаем привет всем странам, которые нас смотрят. Всех очень любим. Нам очень приятно. Мы ценим ваше внимание. Спасибо, что вы есть. Вы делаете нашу жизнь крашей. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нашем видео, то обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Всем желаем приятного аппетита, удачного дня. Всем пока.